...миллионы постов и быстренько, самостоятельно их администрировать. Планировать или не планировать? Я думаю, что это не так. Вот всё сложно, как вы об этом говорите. Потому что если мы сейчас зайдём даже в тот же самый «Контакт», мы сразу всё увидим, кто и какую информацию на этой странице. Лен, Лен, ну вы смотрите, вот человек конкретный, да, вот вы, например, у вас есть наверняка страничка «ВКонтакте», страничка «Фейсбуке». Это разные странички, да? Вы написали какую-то информацию на страничке «ВКонтакте», её заблокировали, вы тут же написали в «Фейсбуке», её тоже заблокировали, вы написали в «Твиттере», её раствитили. Уже это получается не ваша информация, а того человека, который... Я считаю, что это вообще... И чего вы будете блокировать? Потому что заблокированы будет миллион человек через день. Вот пришёл Роберт Шпегин, который всех выгоняет, потому что он сурово со мной не раздоровается. А чего вы водите там в союзники? Уходите. Ребят, спасибо большое, давайте поаплодируем Антону и Елене. Они были молодцами, они аргументированы, ясная, чёткая позиция. Ребят, спасибо вам большое. Да ребят, вы не уходите на самом деле. Куда вы так убежали, Таня? У нас на самом деле с Робертом-то позиция очень близкая. Испугались Роберта Шпегина. Он сразу пришёл такой суровый, без значка, депутата. Где значок-то, Паварёв, он... Я смотрю на него вообще на фото. Мне туда же ленточку подарили. Мы ему подарили ленточку. Мы сказали, что он не может быть без ленточки, мы его не воспринимаем без ленточки белой. Не узнают. А ты что-то как с похорон. Ты с похорон или сечение федерального послания? Я не понял. Корпоративная цена. Подозрительно. Корпоративная? Какой корпорация? Синяя. Синяя Россия. Ну а Красникой где? Красникой. Красникой у меня. А Красникой ты просто покраснел. Конечно. Всё. Продолжаем разговор. И так, Робер. Я хотел извинить за то, что немножко... Ничего, ничего. Извинения приняты. У нас так, уже импровизированная пошла такая дискуссия. Твоя позиция по контролю в интернете. Можно вопрос с румопраздной говорить? Давайте. Позиция, по-моему, она здесь на самом деле совпадает абсолютно с Робертом, что ответственность должен нести тот человек, который распространяет информацию. Если конкретно Иванов является нарушителем обычного закона, то он должен нести ответственность. Если он клевещет, его надо привлекать к ответственности. Если он распространяет детскую порнографию, его надо привлекать к ответственности. А не бороться с интернетом, не бороться с провайдерами, не бороться с веревками, а бороться со социальным нарушителем. Все так и есть, ровно до того момента. Микрофон, Роберт. Все ровно. Все так и есть, ровно да. Говоришь микрофон, да. У нас по-разному настроен микрофон. У нас просто... Тебе еще не показали, Горберт. Я тебе показываю. Роберт, надо говорить микрофон вот так, чтобы все слышали. Понятно? Спасибо. Так вот, это все ровно до того момента, пока, собственно, сам, например, провайдер или оператор связи отказывается от того, чтобы удалить тот контент, который его просит удалить. И тогда должна наступать ответственность. Есть вопрос в том, каким образом мы будем это регулировать и какие механизмы мы для этого применим. То есть, будет ли это механизм блокировки по IP. Как сейчас, к сожалению, механизм несовершенный. Потому что можно случайно заблокировать и другие сайты. И мы будем использовать механизмы, которые более совершенны и блокировать только те страницы, на которых содержится информация. Горберт, ты сразу врубился, но мы даже до закона еще и не дошли. Мы пока концептуально говорим. Концептуально все очень просто. Концептуально все, в принципе, всем привет. Это концептуально. Да, это концептуально. Концептуально всем привет. Что касается того, каким образом будет развиваться законодательство в этой области, то оно, в принципе, пока не сформировано. Оно будет формироваться по мере того, как будет увеличиваться число пользователей. На самом деле, критическая отметка, мне кажется, в 50 миллионов пользователей уже мы пересекли. И поэтому дальше все будет искрить, хамить, грубить и так далее. Потому что тому интернет, о котором мы сейчас знаем, абсолютно, грубо говоря, бесконтрольным, постепенно будет проходить конец. Но конец в хорошем смысле этого слова, а не в плохом, как бы, по-моему, подруг. Конец в хорошем смысле слова называется «финал», Роберт. Вон подошла Алена Попова, тот самый волонтер, который страдал от распространения слухов и который сегодня Путин пообещал дать много денег. Я понимаю, что без распространения в массах образа Алены Поповой Илья Хономарев уже никак не может. Но все-таки мы обсуждаем интернет. Пожалуйста. Итак, я так понимаю, что между вами нет противоречий. Что вы выступаете за то, чтобы наказание нес распространитель информации. Правильно? Но вот, ребята, до твоего прихода, которые были на твоей стороне, высказывают следующую позицию. Что должны быть контролирующие органы, которые вместе с тем будут по своей воле, как я понял, закрывать те или иные слухи или сети, или даже пользователи. Но по факту это уже есть. То есть в том смысле, когда мы говорим о распространении детской порнографии, наркотических, ну, светоседней распространении наркотиков, и когда мы говорим о детском суициде, по факту досудебное закрытие ресурса, оно уже есть. То есть это уже работает. Просто вопрос в том, насколько будет широк этот список, и что будет у него попадать, кроме, соответственно, детской порнографии, наркотиков и детского суициде? На самом деле главный вопрос, это кто, собственно, этот список определяет. Ребята, у меня такой вопрос, ну, я на заряду, что я знаю обоих. Друзья, депутаты, господа, чего вы прицепились к этим наркотикам и порнографии? С ними и так все понятно. Вопрос же не про них. Вопрос, вопрос про слухи. Вот тут стояли ребята, которые привели пример Крымска. Распространение слухов, наркотики, порнография, терроризм, создание... Терроризм и закон об экстремизме. Ну, подожди, не об этом речь. Максим, на самом деле все абсолютно непонятно. Можно я это говорю тоже? Я хочу понять позицию Роберта по контролю не по очевидным вещам. Ты вообще должен вести дебаты, а они в них участвуют. Но ты их точно вести не должен. Поэтому можно я задам вопрос? Значит, вопрос следующий. Вопрос не по порнографии, не по наркотикам, не по терроризму, не по щитным вещам, а по вещам неочевидным. Слухи — это то, что каждый из нас имеет право свободно написать. Я не понимаю, почему я, как свободный юзер, не могу написать в своем блоге полную хрень. Почему какой-то дядя или тетя, или целая организация должна мне диктовать, что я должен писать в моем интернет-блоге? Никто не имеет права это делать. Вы должны понимать... Одно дело, когда говорят, а другое дело, как это есть на самом деле. И если говорить в целом, то закон есть закон. И закон должен распространяться в том числе на все то, что происходит в сети. То есть вне зависимости от того, в сети это происходит или в оффлайне, закон должен распространяться на всю территорию. Грубо говоря, юрисдикцию Российской Федерации в том числе. Я думаю, что должно быть в законе определенная территория юрисдикции Российской Федерации. И не нужно и никаким образом невозможно составлять, отвечать за то, что делает конкретный человек кого-то другого. То есть какую-то организацию, провайдера, владельца сайтов. Человек всегда совершает оптимой поступок. Именно человек, пользователь, распространяет слухи, крадет информацию, является потерпевшим. И слухи, поверьте мне, это не самая важная проблема из существующих. Намного больше информациональные данные. Тогда у меня вопрос к Пономареву. Я хочу утащить... Вот мы не врубаемся, уверен, я и все остальные. Опять вы нас грузите какими-то провайдерами, какими-то порнографией, бесконечными наркотиками. У меня вопрос. Могу ли я писать все, что мне вздумывается? Или я должен перед кем-то отчитываться? И кто-то может закрыть мой блог, потому что я написал не то, что хочу, а должен согласовывать это с чем-то еще. Ты можешь, конечно, писать все, что ты хочешь, но если ты кого-то оклеветал, или опубликовал детскую порнографию, или опубликовал рецепт наркотиков, то ты совершил преступление, предусмотренное законодательством Российской Федерации. На самом деле я бы хотел просто всем объяснить... Ну если хорошо, я не оклеветал. Илья, вопрос, вопрос. Я не оклеветал, я написал. Говорят, что в Крымске воду пустили на город специально. Я точно не знаю, но слухи ходят. Я преступник. Значит, если ты находишься на территории Крымска, в зоне чрезвычайной ситуации, и распространяешь панические слухи, то это попадает под законы чрезвычайных ситуаций. Так сеть, она находится по всему миру и одновременно на территории Крымска. Сеть — это виртуальное пространство. Совершенно верно. Где сеть в Крымске находится? Если ты дашь мне возможность объяснить суть проблемы, то я это скажу. Причемой вопрос тот, который говорил Роберт в слове юрисдикции. Я извиняюсь, я вот сейчас не буду вас грузить юридическими вещами, но я объясню это на пальцах. Основная проблема законодательства в интернете заключается ровно в том, о чем сказал Максим. Что интернет, он как бы везде. И я могу физически находиться, не знаю, в Соединенных Штатах Америки, при этом писать в доменной зоне РУ на русском языке для русскоязычных пользователей, а быть при этом не гражданином России, никогда в Россию не приезжать. И, соответственно, с точки зрения обычного законодательства, я не нахожусь в пространстве, которое подконтрольно российскому, например, Министерство внутренних дел, подконтрольного российской полиции. И возникает вопрос, что же, собственно, в этой ситуации делать. В случае с Крымском такая же ситуация. Я могу никогда в этом самом Крымске не быть, я могу жить во Владивостоке, тем не менее воздействовать на жителей города Крым. Вот. Вы пришли к им в зерну проблемы. И, соответственно, когда мы с Робертом руководили соответствующей рабочей группе нашего комитета в прошлом созыве Государственной Думы, то мы пытались внести понятие в законодательство вот этой самой юрисдикции. Вот если говорить там, скажем, международным языком, в чем там прелесть, например, американского законодательства, они говорят, что любое преступление, совершенное в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, автоматически подпадает под юрисдикцию американской правоохранительной системы. В российском законодательстве этого понятия, к сожалению, нет. И мы хотели сказать ровно это, что если преступление совершается в отношении российского гражданина, то российская правоохранительная система должна это расследовать, вне зависимости от того, где это преступление произошло. И перевести это на интернет. То есть если кто-то создал условия, по которым российский гражданин, получая детскую порнографию, то это преступление с точки зрения российского государства, и российское государство должно его пресечь. Понятно. Спасибо. Пожалуйста.